И теперь давайте попробуем использовать переменный резистор. Идея в чем? АЦП измеряет напряжение на выходе переменного резистора. И по этому значению делает вывод, что выбрана какая-то цифра. Допустим, весь круг резистора разделен на 7 или 10 частей. Ну сейчас для простоты пусть это будет 5 частей. То есть помещаем сюда. Так, кнопку удаляем. И ставим сюда АЦП. Настройки здесь 10, здесь 4,8 МГц на 32. Опорное напряжение особой точности нам не надо. Пусть будет источник питания 5 Вольт. И увеличим размер. Так, применить. Ок. Теперь шкала. То есть весь его угол поворота вот от этой черты до этой черты мы разбиваем на, в данном случае, 5 делений. 5 секторов. Убираем в текст. Вводим здесь 1. Увеличим размер. Пусть будет 16 и полужирный. Так. Помещаем его сюда. Копировать, вставить. Нет, такое не прокатит. Текст, 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 текст. И все таким образом изменяем. Цифра 2. Размер. Сколько я поставил там, не помню уже. 14. Цифра 3. 14. Цифра 4. 14 и цифра 5. Так. Расставляем их на одинаковом расстоянии друг от друга. То есть 5 у нас будет. Ну, допустим, вот на этой черточке. 1, вот на этой черточке. 2, получается, здесь. 3, здесь. Так. 4. Сюда. Ну, давайте еще одно число добавим, чтобы было ровно. Цифру 6. И вот сюда цифра 6. То есть при повороте. Ручки АЦП. В этом секторе, вот допустим, от этой черты, вот до этой. В этом диапазоне он воспринимает, микроконтроллер воспринимает это показание АЦП за цифру 1. То есть код введенный, это цифра 1. И таким образом вводим код. Выход также будет на светодиод. Светодиод у нас подключен к B0. Так, смотрим чип. Где у нас АЦП есть? B3 есть. Да, B3 есть АЦП. Третий канал. Вот именно сюда мы и подключим место кнопки. Наш АЦП. Добавляем. Так, сюда в connection заходим. B3, четвертый канал. Вот этот. Антри. Готово. И переходим в программу. Так, это пока удалим все. Начнем сначала. Ну, во-первых, давайте здесь вот в стороне сначала напишем алгоритм, который вот определение цифры. Это будет оператор if. Если вводим новую переменную АЦП ADC ADC байтового типа. Будем измерять значение как байт. Нам этого достаточно. Ок. Если ADC больше. Так, максимальное значение 255. Что у нас там получается? 254 разделить на 6. Так что ли? Ну, пусть будет короче 40 единиц. 40 бит на один сектор. Получается здесь 40, 120, 160, 100. Ой. 40, 80, 120, 160, 200. 40, 240. Если ADC больше 200. То принимаем, что код равен 6. Код равен 6. И теперь копируем этот цикл. Этот оператор. И вставляем вот таким образом. Следующий. Если он больше 160. То код равен 5. Если больше 120. То равен 4. Если больше 80. То равен 3. То равен 3. Больше 40. Код равен 2. И если ни одно из этих условий не выполняется. То код равен 1. Теперь самое сложное. Надо определиться, как будет происходить определение момента, что вводится код. Сделаем простое условие, что код начинает вводиться тогда, когда показание АЦП изменилось. То есть мы повернули переменный резистор. Единственное условие для этого, это что резистор в начале момента времени не должен стоять на своей первой цифре. Либо придется вот в начале его повернуть и потом вернуть на эту цифру. Ладно, поехали. Вставляем макрос чтения АЦП. АДЦ 0 читать как байт. И вносим переменные АДЦ. Ок. Потом задержка. Пусть будет 200 миллисекунд. И мы повторяем измерение АЦП. Но теперь не АДЦ, а изменим переменную. Какую тут? Тайм. Ну ладно, пока добавим переменную. АДЦ 2. Ок. Измерили. Новое значение АЦП. И теперь проверяем, изменилось оно или нет. Точнее даже не изменилось, потому что случайные там тепловые изменения или шорох легкий может изменить сопротивление. Поэтому опять же вставляем небольшой диапазон. То есть условие, если АДЦ больше, чем АДЦ 2 минус, ну сколько там, допустим 3 пусть будет. И АДЦ меньше, чем АДЦ 2 плюс 3. То есть вот этот диапазон 6 единиц мы ввели, чтобы избавиться от случайных изменений. Так, получается, а это условие выполняется, если сопротивление не изменялось. Так, сделаем маленько по-другому. Это будет уже опрос кода. А начало кода пусть будет какая-то определенная цифра, например цифра 1. А далее, допустим, 3 цифры какой-то код. Так, сейчас мы делаем операции, когда код уже вводится. То есть если сопротивление не изменялось, то микроконтроллер должен понять, что это именно та цифра, которую мы хотим ввести и ее обработать. Поэтому сюда мы вставляем вот эти условия и переменную код придется изменить на массив. То есть выбираем код, редактировать и вводим здесь квадратные скобочки и внутри цифру сколько, ну пусть будет 5. Это удаляем. Окей. Так, что-то мне не дашь. Ну давайте создадим новую переменную. Попробуем. Password. Даст опять не даст. Ну е-мое. Ладно. Тогда отсюда мы выходим. Создаем новую переменную. Password. Массив из 5 значений. Окей. И здесь изменяем на Password. А номер элементов в массиве пусть будет переменная код. Окей. И изменяем все здесь. Password. То есть переменная код у нас сейчас обозначает номер переменной в массиве. Поэтому в начале у нас будет код равно единице определение. Потом вставим его куда надо. И здесь получается будет. Мы вот запомнили первую цифру. Password под номером 1 будет равна допустим единице. И далее мы прибавляем переменную код. То есть следующая цифра это будет уже второй символ в нашем пароле. Так. Тут вроде бы все нормально. Теперь определяем что мы хотим ввести пароль. Пусть это будет цифра 1. То есть считаем АЦП. АДЦ. И копируем вот это нижнее условие. Так. Здесь нам надо будет. Если АЦП меньше 40. То есть цифра 1. Это значит что мы хотим ввести пароль. И выполняем все остальные действия. Так. Во-первых. Обозначаем код равно единице. Да. Программа получится приличного размера. Давайте посмотрим и размер. Сохраню. Кнопка. Так. Уже не кнопка. Резистор 1. Ок. 710 байт. Да. Ну ладно попробуем. То есть если у нас единичка. То мы должны подождать. Когда резистор изменит свое значение. То есть вставляем цикл. Сюда вставляем. Вот эти два измерения АЦП. Или нет. По другому маленько. Оставляем. Вот так наверное. Задержку измерения АДЦ2. И пока. Даже не АДЦ2. АДЦ просто. И loop while ADC меньше 40. Мы будем крутиться в этом цикле. Как только отсюда выходим. Начинаем запоминать код. И нужен еще один цикл. Loop while переменная код. Так она у нас равна единице. Потом 2. Ну пусть будет трехзначный код. Тогда вроде бы. Если код равна 4. Start. А нет. Loop while код. Loop until код равна 4. То есть крутимся до тех пор. Пока код не станет равна 4. Сюда вставляем. Эти операции. Так. Компилируем. Проверяем. Что у нас по размеру. А. Ну отлично. Еще размер есть. Место свободное. Давайте добавим комментарии. Читаем АЦП. Если цифра 1. То ждем. Пока. Будет другая цифра. И считываем пароль. Здесь у нас будет ввод пароля. Здесь вводится 3 или 4 цифры. Сейчас посмотрим сколько. По идее 3 должно быть. Далее мы отсюда выходим. И проверка нашего пароля. Если пасворд 1. Равно. Пусть пароль будет 642. То есть 6. И. Копируем. Я даже вот так. И пасворд 2 равна 4. И пасворд 3 равна 2. Последний уинт удаляем. Что не так. А. Если все 3 эти условия выполняются. То мы открываем замок. Output. Единица. B0. Пауза 2 секунды. И закрываем. Если пароль не совпадает. То. Замок у нас закрыт. И что здесь произойдет у нас. По идее при вводе. Все набранные цифры будут сброшены. Давайте попробуем. Что получилось. Здесь прерывания нет. То есть можно посмотреть симуляцию. Давайте пока на медленном ходу. 2. Шаг симуляции равна 2. Выставим АЦП сюда. Так. И он просто будет ждать пока АЦП станет равной единице. Ставим единицу. Он зашел сюда. Так. И теперь будет крутиться в этом цикле пока равно единице. Если я буду медленно крутить. То он будет крутиться здесь. Все время пока я не остановлюсь. Пусть будет цифра 6. Так. Далее. Цифра 4. И далее цифра 2. И видим у нас открылся замок. Так. По времени. Что у нас получается. 200 миллисекунд. Ну в общем надо посмотреть в железе. Как это. Может надо будет как-то изменить время. Чтобы удобнее было крутить. Чтобы случайно не ввести не ту цифру. Ну принцип такой. Макро ставим. Можно удалить. Он здесь не нужен. Пусть останется. Проверим в железе. Там будет видно. Еще раз компилирую. И уже при проверке в железе обнаружил. Что в случае если мы долго задержимся на какой-то цифре ввода. То она будет восприниматься как следующая цифра. Поэтому нужно здесь добавить вот такой вот цикл. Условие то же самое. Пока АЦП второго измерения примерно равно АЦП первого измерения. То мы крутимся в этом цикле. И здесь проверяем эти значения АЦП. То есть вот мы поставили на единицу. Далее начинается ввод пароля. Мы ввели допустим цифру 3. Потом проходим сюда. И здесь крутимся пока мы не сдвинем движок переменного резистора. Как только это произошло. Идем дальше. Ввели 3 цифры. Потом выходим. И определяем пароль. Пароль я тоже изменил. 6, 2, 4. Теперь вместо того что было 6, 4, 2. Просто так для наглядности. Чтобы крутить ручку в разные стороны. Компилируем. И переходим в железо. В железе получается вот такая вот красота. Та же самая макетка. Здесь переменный резистор. К сожалению у меня нет резисторов с линейной характеристикой. То есть класса А. У меня только Б акустические. И поэтому шкала получилась неравномерной. То есть на цифру 1 вот такой большой промежуток. На цифру 6 тоже большой промежуток. А остальные расположены посередине. Все. Подключено. Начинаем. Ввод пароля. Устанавливаем на единицу. Вот здесь у меня так. Маркером нарисую. А то наверное плохо видно на камеру. Здесь у меня указатель. Поставили на единицу. Теперь ждет. Устройство ждет пока мы изменим цифру. Начинаем вводить. Крутим. Спокойно или быстро и без разницы. 6. Далее. 2. Далее. 4. И теперь нужно еще повернуть в любую сторону регулятор. Видим замок открылся. Давайте сделаем на более высокой скорости. 1. И далее вводим пароль. 6. 2. 4. Повернули. И замок открылся. Теперь попробуем ввести неправильный пароль. 1. 6. Допустим. 3. 4. 4. Поворачиваем. И замок не открывается. Еще раз правильный. 6. 2. 4. Поворот. Замок открылся. Вот такое вот довольно интересное на мой взгляд устройство. 5. 4. 5. 7.